Я частенько сверяю свою дорожную карту с темой, что и как происходит на рынке, общаясь с разными опытными ребятами. И я в последнее время читал статьи Олега Черухина в Фейсбуке. Блин, мне понравилось, как он пишет, и я решил позвать его на беседу. При том, что Олега 17 лет опыта, я его LinkedIn посмотрел. И знаете, что первое, что он мне скинул? Он говорит, вот тебе фотография, делай с ней, крути, верти, как хочешь. И я такой, ну хорошо, вот в этом выпуске Олег Черухин. Вместе обсудим будущее IT. Погнали! Олег, здорово! Здорово-здорово, Егор! Как ты? Я отлично сижу вот в полуподвальчике в Санкт-Петербурге, наслаждаюсь погодой, которая наконец-то нормальная. А как у тебя с погодой? Гляди, это Питер. То есть у тебя либо бесконечный дождь, либо супер-супер жарко и плавится асфальт. И вот сейчас редкое время, когда ни то, ни другое. И у тебя получается пиво в чашке? Нет, это не пиво. Ты что, я же знаю, что ты транслируешь на ютубчик, и пиво лучше не показывать, чтобы это было 12+. Знаешь, подкаст 12+, или 9+. Короче, это энергетик. Я в последнее время очень сильно злоупотребляю, это Red Bull просто. У Red Bull есть фича, что если его налить в какую-нибудь рюмку или еще что-нибудь, все считают, что это коньяк. Это такой, я пью дорогой-то коньяк. Я когда-то специально позаимствовал бутылку от супер-дорогого коньяка, который пил мой друг. Он мог себе позволить купить коньяк что-то за 100к рублей или что-то такое. Налил его доверку, собственно, Red Bull и стримил верлочное тупо. Отлично работает. Блин, мне нравится эта тема, потому что мне недавно ребята говорили, что ты не можешь прийти на какую-то встречу или общаться с ребятами, если они что-то пьют, например, коньяк, тебе тоже надо пить коньяк. Ты такой с Red Bull пришел, такой, здорово, уедут с вами в тусовке. Это супер. Да, и еще ты будешь единственный непьяный человек и сможешь четко принимать бизнес-решение, в отличие от всех остальных. Давай обсудим сегодня тему, которая звучит как будущее IT. Я бы сказал, на этот год и на следующий, вот как ты видишь. Потому что я, честно, я зашел, я офигел. Я думал, посмотрю, а что у тебя, Олег, с резюме. Вот я залез в LinkedIn и такой, охренеть. То есть, там, 2006 год, начало карьеры, 2006 год с Flash. Да, мы делали, знаешь, для экзаменов, тогда еще ЕГЭ только появлялся в России, мы делали интерактивные обучалки, чтобы люди понимали, как там в химии наливать реактивы туда-сюда. Вот, и Flash можно было программировать, и, ну, типа, только программисты могут программировать Flash нормально. Это было наше крутое конкурентное преимущество, потому что мы фигачили эти ролики где-то раз в 20-30 быстрее, чем нормальные люди, и зарабатывали на этом, поднимали реально тонну бабла. То есть, можно смеяться, что это Flash, но в реальности вот этот Flash можно заменить на очень-очень много денег. Блин, я бы сейчас любой фигней занимался, которая кучу бабла приносит, блокчейном, машин-леунингом. Я видел, у тебя есть короткие сторисы на YouTube, у тебя что-то было про то, что криптоны получают даже джуны, начиная от 4К. Это вот тема общего состояния индустрии. А, ну это как с Flash в те времена, получается, да? То есть, как блокчейн. Ну, типа того, да. В тех день. Ты поработал много софтвер-инженером, потом поработал в гемдеве, потом почему-то опять софтвер-инженером, потом улетел в принцип менеджмент и джукру с мероприятиями. Вообще, как такие тебе маневры удались? И почему ушел в маркетинг? Потому что надо развиваться. Вот, гляди, я когда-то очень давно еще, много лет назад посмотрел, как Маск рассуждает об окружающем мире и понял, что, ну, типа, можно думать о мире как просто, ну, что-то происходит вокруг, да? Можно думать о нем на каком-то мета-уровне. Вот Маска, например, все происходящее – это такая цепочка ветвящихся вероятных. Ну, и у многих программистов, на самом деле, также и у физиков, кто может думать о вероятности. То есть ты доходишь до какого-то узла, у тебя есть несколько вариантов, и ты там думаешь, вот это ребро произойдет с вероятностью, там, 50%, да? И планируешь свой путь, исходя из этого. Это конкурентное преимущество перед нормальными людьми. А, это вот то, что Маск говорит про Марс, например, то, что вот, ну, если мы не улетим, то упадет метеорит, всех убьет, а такая вероятность, что мы улетели на Марс, и там какая-то колония живет – это супер. И он побежал в ту сторону делать корабли космические. Да, 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 да. И у него, ну, по крайней мере, он так рассказывает, что у него есть ментальная карта, которая постоянно перед ним висит. Всех этих вероятностей надолго вперед. Поэтому ему в том числе очень просто выступать на подкастах, он просто берет кусок этой вот как бы сетки и начинает ее рассказывать с любого места. Вот, а все считают, что он супер-мега-мудр и все такое. Блин, прикольно. На самом деле он просто живет своей выдуманной параллельной вселенной. Я вчера с друзьями обсуждал Марка Цукенберга, вот эта вся история с Трецом, Маском, раз мы уже сюда залетели. Давай. Я реально подумал, вот мы вспомнили Адольфа Гитлера, да? Вот представь, вот три персонажа. Марк Цукенберг, Адольф Гитлер и Илон Маск. Они, каждый из них, это прям персонаж. Вот ты сейчас будешь идти, и ты, вот если увидишь Адольфа Гитлера, ты его из толпы прям вот такой, это Адольф. Вот со своими этими усами, со всем остальным. Точно так же мы подумали, блин, ну Цукенберг, он точно вот лизермен. Ты идешь и видишь, и он прям вот, он ненормально выглядит со своей прической. Он выглядит очень странно. А ты знаешь, что ты тоже очень странно выглядишь на Ютубе, а когда смотрю твои сторисы, они резко вырываются из, ну как бы, из общего дизайна. Я не понимаю, почему, но они, ну типа, запоминают. Вот, поэтому ты как раз, когда пригласил меня на подкаст, я такой думал, о, я помню этого чувака. Вот, он у меня весь Ютуб заполонил. Прикольно, спасибо. И про Илона Маска мы подумали, мы даже вчера сидели, смотрели сторис. Он ходит странно, он ходит как робот. То есть, да, он вот как-то вот так вот ходит, как-то очень так жесткие движения какие-то у него. И я подумал, что, ну, с этими ребятами точно что-то не так. Вот они выбиваются из этой всей серой массы людей, которые просто там ходят на работу решать какие-то задачи. Вот, а ты что думаешь? Ну, может быть, у него, ну, просто, во-первых, может, просто у людей ограниченный объем как-то мозга, да, и когда у тебя весь мозг занят тем, что он обсчитывает какие-то нейросети про будущее, у тебя просто не остается нейронов на то, чтобы движение нормально обрабатывать. Это как у собаки из Boston Dynamics. Или майки покупать. Маск, знаешь, он странный. Мне кажется, что он, ну, типа, у него есть несколько публичных ролей, и для каждой роли Маск отдельный. Типа, если ты берешь, смотришь его подкасты, а я раньше часто смотрел подкасты с его участием, мне очень вот это вот залипало, знаешь, там всякое про космос и про это все. Но потом он, его снимают время от времени камеры, когда он общается там со своими сотрудниками, это совсем другое Маск. Он жесткий, эгоцентричный, как бы есть только мое мнение, всех остальных не существует. Как бы, если ты дыхнешь влево, а не вправо, я тебя уволю прямо сейчас. И что там на самом деле, непонятно. Потому что перед тобой стоит специально смоделированный образ, который сделан для социальных сетей, по сути. Я даже не знаю, вот когда его случайно снимают камеры, когда он жучит от очередного своего сотрудника. Может быть, это тоже часть образа, которая специально сделана для того, чтобы, например, лучше продать Твиттер. Никто не знает. Как думаешь, Маск специально купил Твиттер, чтобы его уронить вообще, просто утопить? То есть, показываю, звучало то, что вот Маска с Сукинбергом, как будто они сообщают, действуют. Один купил, делает какие-то гадости, чтобы оттуда бежали рекламодатели, а второй делает свой трет и такой, давайте-давайте сюда. Я думаю, что не надо атрибьютить каким-то глобальным планам все, что можно объяснить просто глупостью. Маск купил Твиттер и решил, что там все очень просто. Так, как сделали бы нормальные люди. Потом он, ну помнишь, там была эта тема, что он решил посидеть со всеми инженерами, посмотреть, как они ходят. Потом заглянул, что там внутри у него, наверное, зашевелились все оставшиеся, которые в волосы стоят вертикально. Вот, да, то есть вот эти вот современные софтовые системы, они так неинтуитивно устроены на такие сложные, что человеку из простого менеджмента, если когда-то ты там делал процессор Word, да, и тебе было интуитивно понятно, что это вот типа цифровая, цифровой аналог печатной машинки. И какой-нибудь Джоис Польский мог довольно просто об этом объяснять. То, что такое Твиттер и как он работает, это вот уже, ну, типа, это совсем другой уровень существования понимания. И, ну, неудивительно, что Маск, когда в это сунулся, он, наверное, понял, что он, ну, типа, купил не то, что он думал, что он покупает. Ну, мне кажется, его кинули на 44 миллиарда. Просто потому, что происходит с Твиттером, мне кажется, так и есть. Ну, да, ну, он там типа монетизирует синие галочки, вот это все. Ну, с одной стороны, наконец-то у нас есть возможность писать длинные посты, что ты у нас делал, но при этом замечу, что половина кастомных Твиттерных клиентов от этого сломалась. Нейронные сети сейчас супербыстро растут. И что ты думаешь по этому поводу? Используешь где-то для чего? Гляди, так, для чего я его использую? Во-первых, я использую для того, чтобы писать письма всевозможным чиновникам, полиции, ну, и прочим муниципальным органам. Потому что если я начну писать, вот как сейчас я говорю, да, то они не посчитают тебя кем-то серьезным. И у меня есть специальный режим, когда я надеваю поджачок, значит, прихожу к нужным людям и говорю правильные слова. Но при этом у меня весь, весь все ресурсы мозга тратятся на то, чтобы выглядеть типа своим, проходить вот этот барьер свой-чужой. Если я так все тексты буду писать, то, ну, типа, все мои ресурсы мозга потратятся на то, чтобы писать письма. Поэтому я вначале пишу письмо, а потом говорю, Чадзюпите, представь, что ты самый-самый адский, я не знаю, сотрудник налоговой службы. И мы тебе задолжали. Как переписать вот это письмо так, чтобы оно, типа, тебе понравилось? И он пишет вот именно правильными словами. Я не знаю, где он нашел корпус языка для этого, но он нашел. И ты отдаешь соответствующим людям это все, и они такие, ты понимаешь. Я не знаю, что там понял чат GPT, но меня все устраивает. Это самый странный способ использовать чат GPT, который я слышал. А еще можно так общаться с коллегами, гляди. Например, ты видишь какой-нибудь софт, и он совершенно поломан. Ты понимаешь, почему там попилили на микросервисы то, что не надо, или наоборот, скажи, или то, что нужно. И ты такой, ну, кстати, у нас 18+, да? Можно произносить слово в Срата? Конечно. Там все очень в Срата. И вот ты думаешь, ну, типа, ты уже начинаешь писать письмо. Слушайте, ребята, никто так систему на микросервисы не пилит. Попилили, вы крайне в Срата. А вот этот человек был особо криворукий, который это делал. И в какой-то момент ты понимаешь, что это письмо ты будешь отправлять коллегам, которые живут не в России. Они не поймут. Вот если ты, типа, англичанину такое напишешь, то его уровень просто зашкалит непотребство этого письма. Поэтому ты говоришь, типа, чат GPT, представь, что ты, типа, англичанин. Ты увидел это письмо от русского и хочешь переформулировать его более цензурно, аккуратно и спокойными тонами. Как ты это скажешь? Вот. И это очень важный хак для работы с чат GPT. Вместо того, чтобы говорить, переведи на русский язык, например, что-нибудь, лучше его вначале поставить в роль. Сказать, представь, что ты, имя, роля. И теперь расскажи, как ты сквозь эту роль видишь задачу. И он генерит текст намного лучше. Да, и это очень-очень классный кейс. Я сейчас подумал, что если мы немножко перескочим в тему удаленной работы, мне интересно твое мнение, потому что, вот, например, мы про Маска говорили, он против удаленной работы. И многие... Я поездил по американским компаниям, а я сейчас в Америке, посмотрел, как они работают, они тоже против удаленной работы. В большинстве с вами. Мэм, да, правильно? Конечно. И я подумал, что в контексте удаленной работы это же просто охрененный социальный инструмент, когда ты можешь вот так вот общаться со своими коллегами, сотрудниками, вообще со всеми-со всеми, выстраивать отношения через чат GPT. Отличные атрибуты божественности – это что там, типа, бессмертие, вездесущесть, всезнание, что-нибудь такое, да? Да. И забавно, что все это можно переформулировать на современных терминах. Типа, ну что такое вездесущество? Когда ты очень быстро куда-то, ну типа, переезжаешь. В далеком, бесконечно далеком будущем какая-нибудь квантовая телепортация, да, как в StarCraft Trek Enterprise. Ну а сейчас это, соответственно, космонавтика, там, электромобили, вот это все, чем Маск занимается. Бессмертие – это медицина. Все знания – это интернет, информационные технологии и работа с данными. Поэтому, в принципе, я вижу будущее в том, чтобы продвигаться как минимум по этим трем метрикам и достигать в них каких-то высот. И совершенно очевидно, что ИР нам на каком-то моменте потребуется, потому что мир состоит как-то из реального вот этого слоя, которое мы видим глазами, типа монитора, да, и информационные его части. И самое простое – взять вот эту внутреннюю информационную часть, книжок, на котором написан мир, и выдвинуть его так, чтобы можно было видеть глазами. Вот это круто. Это сто процентов круто. И я подумал, что это очень хорошо ложиться на консультантов в магазине. Ты был когда-нибудь в элитных магазинах, которые ты заходишь, и они такие – ты такой классный клиент, мы тебя любим-любим. Только одежду. Кстати, а есть элитные магазины компьютерной техники? Ты не знаешь? Ну, кроме Apple, наверное, нет. О, еще одна тема. Хорошо. Все сели такие, знаешь, в кокон какой-то такой безопасный. Все собрались, все свои ресурсы, и залезли в кокон. И с трудом вылазят и пытаются общаться. И у меня из таких соображений я недавно попробовал мероприятие поорганизовывать. Это оказалось не так, чтобы просто. Я думал, что это проще. И я понял, что это еще нифига не дешево. То есть, чтобы снять площадку, это… Я увидел цифры, мне предлагают за то, чтобы 150 человек посадить. И от 3000 долларов за помещение на пару часов. Где-то там самые дешевые предложения, наверное, 1000 долларов за помещение. Самый такой, типа, дешман. А вот теперь, прикинь, ты можешь прийти в наш… Ну, если бы ты жил в Питере, конечно, в наш ловербар. У тебя вот все вот это вот совершенно бесплатно под любые метапы. Более того, у тебя есть я, типа, который может сделать онлайн-трансляцию, чат на ютубе, сделать все как у топовых стримеров, и даже визуальные эффекты добавить, что у тебя голова дымилась. Ну, если надо. Круто. Это бесплатно. Но знаешь, в чем проблема? Этой штукой очень мало пользуются. Потому что, я не знаю почему, но у нас начался очень сильный отток оффлайн-эвентов. Люди начали… Ну, типа, может быть, они привыкли во время ковида в онлайне выступать. Но, типа, оффлайн-эвентов стало значительно меньше. И для того, что… Сейчас мне нужно продавать там не бар свой, да, там, не площадку. Тем более, что ее продавать, она бесплатная. А саму идею того, что ты можешь говорить ртом в реальном мире. Это же безумие. Это безумие. А я хочу заметить, что, Олег, у тебя 17 лет опыта в индустрии IT. На сегодняшний день. Уже? Я посчитал. Да, я посчитал. Я очень старый. Я вот так, типа, один, два, три. И я заметил, что ты ушел в продукт-маркетинг. Мне интересно, опять же, ты говорил, что есть какая-то картина мира, как у Маск. Интересно узнать, что. А потом ты занялся фаундерством. И почему-то опять ушел из фаундерства, как я понял, занимаешься чем-то другим. Можешь про это рассказать? Слушай, насчет фаундерства. Ну, типа, вот я работал софтвер-инженером. Я в какой-то момент дослужился. Я почему-то постоянно говорю дослужился относительно своей карьеры, потому что это похоже немножко на армию работа разработчикам. Тебе дают задачи, и ты их превозмогаешь, пока не превозможешь. Так вот, дослужился я до архитектора Сбербанка, Сбербанк-технология, и внезапно понял одну вещь, что среди всех вещей, которые я полезных делаю, самое полезное, это то, что я подхожу к наиболее унылым людям, спрашиваю, что они вообще делают, и пытаюсь найти смысл, обычно нахожу и рассказываю какой-то позитивный смысл того, чего они делают. Да, ну мы говорили про будущее IT, вот, и я вообще просто к чему пришел, мы пока пришли, я пришел вот по твоему резюме к фаундерству. И я просто думаю, что для многих айтишников, которые сейчас достаточно опытные, будущее в IT это сделать какой-то свой проект, не работать на дядю или как-то вообще чем-то заняться. У тебя же, наверное, тоже такие мысли были? Ну, у меня, гляди, опять же, мысль про то, что, типа, жизнь это графика в многомерном пространстве, да, график, метрик, которые ты максимизируешь. Представим, что твоя метрика это зарплата, да, ну, типа, ты строишь карьеру, ты полагаешь, что через некоторое время, ну, твоя зарплата повысится, наверное. Вот, если ты придешь просто работать, то у тебя, ну, твой работодатель не обязан, в общем, строить тебе карьеру, правильно? Это правильно. Значит, ты таким образом используешь алгоритм с константной прибавкой своей зарплаты на X, это твоя зарплата, и все, этим все закончилось. Ну, там, плюс, там, инфляция, еще что-нибудь, но план так себе, да. Да, после этого, ну, люди придумывают, сразу приходят к следующей моей идее, что если тебе один раз сделали константную прибавку, то давай часто делать эту константную прибавку, то есть прыгать с работы на работу, заниматься джоп-хопингом. Вот, и, в принципе, раньше эта стратегия была довольно хорошая. Да, она хорошо работала вот до последнего времени. То есть, особенно это было круто, когда у тебя есть какие-нибудь жирные стартапы или какие-нибудь лидеры, гиганты рынка, да, к которым ты можешь прийти, типа, к конкуренту и сказать, а дайте мне зарплату в два раза больше, пожалуйста, и глаза такие круглые. Он такой, вообще без проблем, только вот, чтобы завтра уволился, к нам перешел. Говоришь, без проблем. В том, год у них работаешь, идешь к следующему такому. Там как раз за год следующий конкурент появится. Вот, и таким образом можно было, в принципе, ничего так себе накрутить зарплату, но сейчас как-то все поменялось. Я вот могу рассказать только про Россию, я не знаю как-то про окружающий мир. Давай про Россию. Вот я у тебя поинтересуюсь. В России сейчас, по сути, управляют большие корпорации в айтишке, государственные корпорации, государства, то есть какие-то огромные такие сущности. И этих сущностей немного. Ты можешь в каком-то там типа Сбербанке подняться очень высоко и получать очень большую зарплату, но у тебя нет еще шести таких же Сбербанков, чтобы умножить ее во много раз. Да, поэтому тебе уже не получается типа как-то, во-первых, у тебя не работает жоп-хопинг просто так. Во-вторых, тебе нужно расти уже не по тайтлу, не по названию своей позиции в компании и в режиме обновлять его раз в год. Чтобы это был senior, middle, господи, наоборот, junior, middle, senior, super, super senior, distinguished, super senior, короче, вот это все. Тебе нужно уже по смыслу дальше развиваться. Типа условно вспомнить, что такое инженер, что инженер – это человек, который решает сложные задачи, даже решает сложные проблемы скорее. Вот, и после этого повышать степень сложности проблем, которые ты можешь решать, да? И вот со степенью сложности проблем у тебя уже снова типа начинает зарплата расти. Но это сложно, это немножко другая вещь, чем была все эти годы до этого. Но это дольше, как минимум. Чтобы научиться решать более сложные проблемы, ну тебе надо с ними набить шишек, и тебе никто не скажет, вот тебе 100 миллионов, давай, иди учись, там, вот как-нибудь сделай продукт. Ну, выигрит, и выигрит. Тут еще вопрос более сложной проблемы – для кого? Вот, знаешь, есть такая штука, господи, это у Наама Хомского была, про структуру лексики, да? Если у тебя есть слово «сложное», то надо сразу задать им вопрос, сложное для кого? Или для чего? Кто как оценил, что это сложное? Ну вот, если мы, вот программисты, например, у них есть чисто сложная с точки зрения программистов задача, например, написать компилятор языка программирования нового, ну и язык еще новый придумать, да? Кажется, очень сложная задача. Или там, я не знаю, заоптимизировать какой-нибудь алгоритм, придумать алгоритм математически, жутко сложно. И в результате у нас есть там, типа, очень отполированные, крутые, сложные штуки, например, ИДЕ, да? Ты пишешь код, они сами за тебя код придумывают, подсвечивают все на свете, вот. А потом ты берешь и немножко меняешь индустрию, например, я не знаю, на сельское хозяйство или на медицину. И оказывается, что по уровню задач и решений они где-то там, вот, типа, три века назад находятся относительно программистов. Это правда. У них нет вообще ничего. Вот, типа, палка-колопалка, синяя изолента, давай работай. Экселька. И, да, да, и вот те задачи, которые, типа, сложные для них, могут казаться очень простыми для тебя. Потому что, ну, вот. Ты как будто пришелец из будущего такой пришел и рассказываешь людям, да, как построить космолет. Мне кажется, Маск так и пришел просто из там IT-стартапов, ракетный бизнес и такой, воу, воу, ребят, чем вы тут занимаетесь? Что это? Что это за рычаги? Да, 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 это вообще кринж. Вот, то есть по невозможным задачам надо просто подойти более креативно, типа, и найти, где твои, ну, где твои усилия дают максимальный эффект. Вот, там, типа, дайте мне точку опоры, я переверну мир. Как-то так. Хорошая мысль. И я, на самом деле, пока тебя слушал, представил себе картину американских компаний. Я подумал, что в Америке же оно уже давно. То есть я вот сколько знаю Америку, Европу, вот этот рынок, вот. С 2013 года там не было вот этого прыгания с позиции на позицию. Это было невозможно. То есть люди работали по три года и только потом меняли компанию, чтобы, там, потому что если ты раньше или чаще менял, то тебя в индустрии очень активно составляют. И пример такой же индустрии, очень отставшей и как будто в каменном веке, это я заметил в Голливуде, что это киноиндустрия. То есть кажется, что там крутые камеры, вот они бегают, там куча оборудования, технологии, там, какие-то экраны. Но с точки зрения вот этих процессов, тикетов, задачи, распределения труда, выставления там фичей, трекшенов и всего остального, ну, у них там перекати поле. Да, они даже с файлами толком работать не научились, потому что вот эти огромные файлы фильмосов, как они кидают, по сути, знаешь, вот мы на ФТП раньше так сайты грузили, на ПХП. Вот эти вот времена, вот эти времена все еще в киноиндустрии, даже в больших студиях голливудских, вот это все там. И это просто для меня был взрыв мозга, что можно вот взять какие-то готовые софт, чуть-чуть там переначить, и у них уже там сильно все улучшится. Вот. Тоже такое. Ну, короче, я хотел... Я очень поддерживаю, да. Ну, давай-давай. Я хотел просто сказать, что мне кажется, что, возможно, это сигналы о зрелости рынка, что так и должно быть, наверное. Ну, наверное, да. Вопрос в том, что тебе самому-то нужно. Потому что, гляди, все замечательно, там зрелый рынок, стабильность, все такое, но таким образом мы сами-то на этом заработали. В результате. Потому что если у тебя есть совершенно стабильное нечто, то ты где был, там и останешься. Ну, типа, определение стабильности. Правильно? Так. Поэтому нам нужен какой-то следующий этап, чтобы начать расти вместе с ним. Ну, если это нужно, конечно. То есть есть люди, которые всю жизнь стремятся к стабильности. Вот. Им все замечательно. Я просто не из этих. Я из Беларуси. Нет, это выглядит, ребята, достаточно жутковато, да. Типа, я не смогу на следующий год, там, найти себе новый интересный стартап, чтобы в нем поучаствовать. Ага. И мне кажется, что вот, может, это ответ на вопрос, а почему рынок IT стал такой пессимистичный. То есть я вот с ребятами общаюсь, сейчас уже ребята в чате, сегодня утром я читал, они обсуждают, что работа слесаря и стойлера, она куда как перспективнее, чем работа в IT. Потому что там на старте зарплата выше, и вообще там работа понятная, и там увольнять за счет нейронок никого не будут, и все такое. Ну, черт знает. В общем, у меня есть знакомый товарищ, его зовут Дима Нестерук, и он очень крутой программист, я не уверен, что я имею право рассказывать, в какой области он вообще работает, ну, скажем, в финансах, да. Вот. И в какой-то момент он начал заниматься другими вещами, в том числе электрикой, автоматизацией и прочим. И оказалось, что в том же строительном, например, тулинге, по его рассказам, потому что я так сам этим не занимался, оказывается, что если ты, например, захочешь, вот видишь эти самые кирпичи вокруг, да? Да. Они разных цветов. Да. Они разных цветов не просто так, а потому что, ну, так прикольно выглядят. То есть, в принципе, когда делали вот всю эту штуку, уже могли произвести кирпичи при, в принципе, одинакового цвета. Но они все равно разного, потому что так красивее. Вот. А представь, если ты хочешь, например, сделать себе дом, у которого все кирпичи разного цвета, и у них неповторяющаяся поверхность. Звучит очень сложно. Звучит очень сложно. Но ты можешь написать программу, которая тебе сгенерит последовательность кирпичей, которую ты должен класть. Это же не очень сложно. Цикл от одного до N кирпичей, рандомом выбираем цвет следующего кирпича, раскладываем их, вот тебе план. Я просто представлял производство, что надо их производить разных цветов. Вот, это уже... Они их производят разных цветов, это как раз не проблема. Ага. Ну, их стены... Они есть, да. Знаешь, как в Амазоне поскладывать их в разные кучи, чтобы один оттенок лежал в одной куче, а другой оттенок в другой, чтобы ты потом мог по программе их собирать из разных стопок брать и кирпичить? Эту штуку написать может программист. Ну, обычный человек, а обычный там строитель такое написать не может. У них на самом деле нет таких инструментов. Или, например, я не знаю, а представь, если ты хочешь себе сделать какую-нибудь гостиную, ну, ты очень богатый человек, да, хочешь сделать себе гостиную, в которой все сделано в виде резьбы по дереву, например, да. И ты хочешь, чтобы те орнаменты, которые были нарисованы и вырезаны по дереву, они тоже не повторялись. Эта задачка немного сложнее, чем просто подобрать кирпичи. Потому что резьба по дереву, она трехмерная, и ты должен уметь стыковать разные кусочки дерева, которые ты вырезаешь, по более сложному алгоритму, который учитывает искажения в трехмерном пространстве. И, опять же, эта тема, эта штука можно сделать и написать. Ну, это может сделать только программист. Или, например, типа, господи, мы все когда-либо для Ютуба резали ролики, правда? Я, например, пользуюсь Adobe Premiere, потому что она запускается и на Винде, и на Маке, на любом железе, на любых видеокартах. Но если сравнить интерфейс Adobe Premiere с интерфейсом, например, IntelliJ IDEA, это как будто бы между ними несколько веков просто эволюции. Они там где-то в веке, там, в 17-м, максимум в 18-м. IntelliJ IDEA – это вот типа Илон Маск и корабли. Если ты захочешь в Premiere переименовать что-нибудь, то у тебя от этого половина вагинов развалится. Во второй просто нельзя ничего переименовать. Если ты один раз как-то назвал, то оно так и останется навсегда. В части плагинов, если ты создаешь ролик, то из-за тебя уже придумали название, и ты его не можешь поменять. И все это можно доделать, получить с этого деньги, получить с этого профит. И это другие индустрии, чем просто программирование. Premiere, например, это скорее видеотехника. Там программирования очень мало. И, кстати, у Adobe Premiere и у всех продуктов Adobe есть API на JavaScript. Это правда. Поэтому, да, ты можешь прямо сейчас пойти и находить все, что тебе нужно, если сильно захочется. Я временами так и делаю. И никто этого в основном и не делает. То есть для Premiere есть там несколько десятков больших коммерческих плагинов, которые делают профессионалы. Ну, и для Photoshop, и для всех остальных продуктов Adobe, да. Но большая часть людей, которые пользуются этим продуктом, они ничего не знают. Ни про API, ни то, как это программировать, ни то, что они тратят десятки часов на что-то, что это можно автоматизировать одним циклом. Да, вырезать там эко-небок и нет. Например, да. Или в Photoshop сдвигать твои картинки на правильное количество координат. Ты просто смотришь, как несчастные люди сидят, например, вот эти все дизайнеры, и, знаешь, так, нажимая кнопочку влево и вправо, передвигают кубики. Это правда, я такого видел очень много. Они постоянно сидят, особенно в Starbucks или в кафешках, просто так пикселями двигают туда-сюда. И это безграничная область, в которой можно, кажется, заработать деньги. Потому что ты помогаешь не программистам писать код, ты не делаешь тулинг от программистов для программистов. Ты решаешь конкретные бизнес-задачи людей, которые на этом зарабатывают бабуло. Вот. Очень простая модель монетизации. То есть, если подрезюмировать, то вот этот пессимизм айтишников, он придуманный. И у меня есть просто такая теория, я сейчас тоже давай в прошу. Я как-то решил посчитать, сколько программистов на Земле. Вот, я не знаю, мне такая мысль пришла, типа, а сколько? А сколько их на самом деле? Начал гуглить большие компании, сколько в больших компаниях программистов? Ну, там, типа, гугл, амазон, там, яндекс, сколько в числах? Я был сильно удивлен. То есть, там не миллионы, не сотни тысяч, десятки тысяч. То есть, гугл — это десятки тысяч людей. Там, яндекс — десятки тысяч людей. То есть, и суммарно у меня начала вырисовываться картина, что если представить, что на Земле хотя бы один процент людей заняты айти, вот из всех там восьми с чем-то миллиардов, один процент — это очень много. То есть, скорее всего, полпроцента, а может, третий процент. Как-то связано с технологиями. И туда даже HR-ы можно включить вообще всех вообще. Весь IT, вот этот staff department. И я задумался, а сколько бизнесу нужно платить денег за использование продуктами? Мы говорили даже про кирпичи, что им тоже как бы кажется, вот, кирпичи, да, производство кирпичей, там, доставка, где там технологии, но им тоже нужно как-то оцифровывать свои процессы, что-то куда-то тоже там улучшать, внедрять, пользоваться какими-нибудь программами для уплаты налогов. Им в любом случае нужен какой-то софт, плюс-минус. Даже я уверен, что у тебя в баре есть софт для, там, для чеков, для столов, вот, для того. Конечно, без него никак. Да, и я узнал, есть общая цифра, что на сегодняшний день бизнесы, все, даже горнодобывающие, должны инвестировать в IT-продукты или покупать их, или еще что-то, минимум 4% денег, которое у них есть в оборотах, минимум 4%. Если кто-то меньше, тот он потихонечку с рынка, его все остальные вытесняют, потому что они более конкурентно способны. И я представил, прикинь, полпроцента людей зарабатывают 4% всех денег. Получают 4% ВП мира. Да, да, да. И тут вопрос, типа, про какой мы такой маленькой IT или там умирающей IT мы говорим? Кто там кого заменит? Мы еще тут даже 10% рынка не захватили. Наши маленькие. Единственное, как бы, глядя, что если... Там же тоже в этой IT-шке есть некое рассвоение по классам. Конечно. Потому что в самом низу там могут быть какие-нибудь сисадмины, которые настолько не хотят ничему учиться, что до сих пор руками правят как конфиги в NGIMS. И это все, что они делают, в общем. Вот. То есть надо просто подумать, какой образ того IT-шника, который попадет в вот этот золотой миллиард и миллиард. Сколько там у тебя получилось людей? Ну, я не знаю. Там меньше миллиарда. Да, меньше миллиарда. То есть, скорее всего, это довольно специфичные ребята, которые умеют учиться, которые куда-то двигаются, которые придумывают новые задачи. И вот это вот придумывание новых задач и решение новых проблем – это не, типа, не бонус, а это прям часть профессии. Да. Вот. Как думаешь, IT будет продолжать расти вот со всей этой информацией? Или мы вот останемся в концепции там больших компаний, которые все уже захватили, типа Яндекса, и все. Мы сидим, и только на них можем работать. Конечно, будет. Значит, ну, тут, конечно, глядя, еще очень вопрос, что такое, ну, IT. Вот, гляди, у тебя есть робот-пылесос. Этот робот-пылесос ездит по дому, и в зависимости от того, какие зоны ты укажешь. И у тебя есть приложенька, в которой ты можешь набросать, по какому маршруту он ходит. В этой приложеньке у тебя ты можешь ставить развилки, типа ночью вот здесь ходить, а днем вот здесь ходить. Так вот, домохозяйка, которая делает эти маршруты, она уже IT или еще не IT? Это, блин, хороший вопрос. Я не знаю. Потому что она, в принципе, уже решила те задачи, которые люди решают, когда начинают учиться программировать, и двигают черепашку лого. Запрограммировать пылесос сложнее. Ну, в целом, тогда что такое программирование? Это просто формализация процесса? Формализация процесса? Я имею в виду, что, глядишь, что, типа, айтишка может, в конце концов, разрастись вообще на все население мира. Как, знаешь, как умение читать. Очень мало у нас сейчас людей из цивилизованных странах не умеет читать. И вот сейчас у нас есть люди, которые, типа, называются программисты. Для меня, когда человека называют программистов, программистов, это звучит как чтец, типа. Да, то есть умение программировать так, как умение читать, это базовый навык, типа, любого человека, даже если ты домохозяек. Иначе ты не сможешь пол помыть с помощью своего робота. Вот. А дальше уже начинается деление внутри этой профессии, внутри этих чтецов, да. То есть что у нас есть? У нас есть фронтендеры, у нас есть бэкендеры, да. А что такое бэкендеры вообще? На самом деле бэкендеры, это тоже звучит как чтец, только более продвинутый. Оператор печатной машинки, вот, это бэкендер. Обидел всех бэкендеров. Все такие хлопнули, такие, ну пошли. Нет, нет, если человек все, что про бэкендер знает, это то, что он бэкендер, и это все, то он действительно оператор печатной машинки. Прости, чувак, извини. Скорее всего, у тебя есть какая-то специализация на бэкенде. Ты программируешь или для облаков. Ну там, ты знаешь Амазон веб-сервис, и умеешь из них что-то, короче, бизнесу пользу доставлять. Или ты умеешь, например, писать распределенные приложения. Или умеешь писать классические какие-нибудь электронные магазины, которые выдерживают дикую нагрузку, типа там Амазон фронтенда. Вот, это уже более разумная вещь. Вот, и, конечно же, IT будет расширяться, и оно будет расширяться, типа вот, представь, что у тебя сверху это чтицы, дальше у нас операторы печатных машинок, потом еще несколько таких вот, короче, сфер вложенных друг в друга, и внутри там самые дорогие, самые редкие, самые крутые специальности. Так вот, оно вот все будет вот так вот расширяться, просто эти сферы, они будут расширяться с разной скоростью. О, вот я теперь тебя понял. И это очень хорошая аналогия, то, что вот про расширяющиеся сферы с разной скоростью, я так и думаю, потому что, мне кажется, вот эти очень редкие ребята, они сейчас на коне, потому что я слышал про ML-разработчиков, которым там полмиллиона, миллиард там им платят для того, чтобы они что-то решили. Ну, их надо больше, чем один-два человека, которые могут узко там решить задачу какому-нибудь Илону Маску с телегами. Вот. Их надо больше. Сейчас на них бегают, и все говорят, давай-давай-давай. Вот. А через года-два прибежит туда еще пару сотен тысяч человек, которые начнут что-то делать, и их уже станет больше. Да, но появится что-нибудь еще более крутое. У тебя будут ML-разработчики, которые одновременно криптоны, например. Кстати, сколько сейчас получает такой человек? У-у-у. Я думаю, это вообще даже не вопросов. Это правда. Я честно подумал, что криптоны плюс искусственный интеллект, плюс бинанс, это звучит как машина по производству денег просто. Он тебе это написал. Оно само торгует, там лазит, само меняет коэффициенты, само выставляет какие-то ордера, и ты просто пьешь кофе, и деньги просто капают тебе на счет. Идеальная профессия. Ну, ну, типа, и рынок начинает действительно автоматически саморегулироваться, как когда-то это подразумевали, и как никогда не происходит на самом деле сейчас. Это честно, потому что я заметил, опять же, в Америке очень плохие банковские системы, очень сложно работать с деньгами. Я вчера потратил, наверное, час, пытаясь отправить деньги человеку, потому что мне прислали какую-то формочку. Это не Stripe-формочка, да, есть американские продукты, которые мы известны, типа Stripe с красивыми какими-то UI-ами, там, какими-нибудь там, револют с их какими-то тоже мерчантами понятными, адекватными. А есть классические американские софт и банковские системы, которые формы, там, десятиэтажные, там, сто тысяч полей, просто тебе надо и CCV, и адрес, и фамилия матери, и там все сразу заполнить, это такой вот просто дикий монстр. Слышишь, межкнопку, и ничего не происходит, и нигде не подсвечивается ошибка. Ты думаешь, я дурак. Просишь новую ссылку, человек присылает новую ссылку на мерчанты, ты проделаешь все процессы. Происходит ровно то же самое. И я пришел к мысли о том, что я даже сел, начал разбираться в Binance, то есть я ролики сидел, смотрел, как Binance пользоваться, а для меня сложно. То есть я не трейдер, мне сложно там вот с этими ордерами, там, спот, фандинг, я такой, вау. И в какой-то момент у меня получилось на Binance что-то кому-то там отправить, вместо вот этой формочки. И я подумал, блин, ну на Binance со всей этой болью оно удобнее, оно понятнее, комиссии какие-то адекватные, я хотя бы вижу, что куда пошло, где что списалось, а не какая-то магия там, хопа, и у вас там минус 5% денег куда-то так испарились, непонятно за что. И сервис понятный развивается. И плюс я еще как разработчик могу туда залезть еще через опишку какие-то свои скрипты подключить. То есть я чувствую, что у меня есть контроль над деньгами. И вот это вот чувство, мне оно очень сильно порадовало при работе с криптой. И мне показалось, что да, возможно, крипта в том виде, в котором есть сейчас, это все еще не наше будущее, но это хотя бы движение в будущее. Ну или, по крайней мере, оно задает какой-то уровень правильного сервиса и тренд для остальных банковских систем. Потому что вот условно, у тебя есть Binance, о котором ты говорил, а есть сервис типа какой-нибудь People, P-Y-Y-P-E-P-L, который позволяет тебе мгновенно выпустить виртуальную карту банковскую, финскую, мгновенную, и перелить на нее деньги из Binance. Вот. А рядом у нас есть какой-нибудь банк, типа там Сбербанк или Тиньпуф или еще что-то такое. Это банки с хорошими приложениями, со славой того, что у них хорошая там цифровизация, это все. Но чтобы сделать карту у любого из этих банков, тебе все равно надо сделать, ну, на порядок больше неприятных вещей. Там вполне возможно приехать в офис, дать какие-нибудь бумажки, особенно если это кредитка, там, бла-бла-бла. А есть какие-нибудь банки, ну, типа там немецкие, в которых вообще все бумажное. Ну, ты знаешь, что через месяц только придет инфа, за что-то платить. Карточка придет еще там когда-нибудь на какой-то адрес физический, онлайн, ты не можешь цифровую карту получить. Мне рассказывали какую-то жесть, что у тебя иногда документы на получение чего-нибудь типа карты протухают быстрее, чем тебе карта приносит. Поэтому ты ее не можешь получить. Вот. В Америке это заняло почти 10 дней, чтобы карточка приехала. В Америке 10 дней в Центральном банке, такой местный Сбербанк банков Америка, чтобы приехала карточка, это 10 дней. Ты не можешь получить цифровую версию карточки. Приложение просто мрак. Просто все плохо. Ну, вот. И гляди, какие-то хипстеры, типа из Финляндии, вместе с Binance, которые, по сути, точно те же самые хипстеры, только они, ну, типа, у них денег так много, так случилось. Они каким-то образом сделали сервис прямо на порядке, качественно, бесконечно лучше, чем классические банки с огромной историей, с огромными деньгами и с пониманием, как это делается. Ну, вот, расскажи. Вот, как бы, у классических банков, по-моему, перед связкой People's Binance, для меня нету никаких шансов. То есть, типа, если бы я мог везде People's Binance платить, я бы никогда не пошел ни в какой другой банк, потому что это слишком удобно. Я вчера вот именно вот это чувство в себе вот как вот смаковал, потому что было на порядок вкуснее этим всем пользоваться, потому что я еще подключил в Беларуси там, мерчан, чтобы коммерческие платежи всякие обрабатывать, и я до сих пор не могу туда толком деньги вынести, потому что мне нужно подтверждение какого-то там саппорта, а у меня из-за разницы часовых зон они не работают, когда я могу работать. То есть, мне надо с ними созваниваться ночью, сидя там, умирая вообще перед ноутбуком, чтобы мне помогли сделать ордер, потому что там оно все вот так на рычагах через каких-то людей. То есть, мои деньги, по сути, застряли в их банковском ПО, и они мне постоянно присылают, как типа троллят, они мне присылают на почту, оцените наш банк, насколько у нас классно все работает. У нас самый лучший сервис, мы в рейтинге номер один в Беларуси. Я такой, бля, у вас настолько все плохо, что я просто с вами пользоваться не хочу, просто вынужден вами пользоваться. Тебя развели на деньги на самом деле. Да, да. карты развели на деньги, а это софт развели на деньги, как бы. У меня похожая система, проблема, короче, была с Яндексом. Яндекс, это же великая цифровая компания, все их знают, да? Вот, я у них заказал, значит, Яндекс для бизнеса, там есть почта, вот, и когда я сделал эту почту, оказалось, что у тебя количество денег, которое ты платишь, зависит от количества учеток. Вот, я смотрю, что завелось две учетки, одна админская учетка, другая учетка, ну, типа, которую я сделал для себя. И я понимаю, что админская учетка названа как-то убогая, мне нужно, ну, по-нормальному ее назвать. А нельзя. Я такой, так, шарики ролики крутятся, я такой, ага, я просто делаю себя суперобмином, админскую учетку удаляю. Я это сделал. И угадаю, что после этого я никогда не смог заплатить за Яндекс.Бизнес больше пластиковой картой. Потому что она была напрямую привязана, а, типа, к вартуальной учетке нельзя привязать пластиковую карту. Я написал об этом саппорт, и мы обменивались емейлами туда-сюда, ну, типа, что-то месяц. Вот, я пытался объяснить, в чем моя проблема, они понимали, но они также понимали, что если они, ну, как-то это эксплицитно напишут, то если я буду идиотом, то я подам на них в супер еще что-нибудь такое. Поэтому они мне все это время писали отписки. В результате у меня теперь есть практически бесплатный Яндекс для бизнеса на одну учетку, за которую я не могу, я не плачу, потому что не могу заплатить. Тут они уже себя на деньги как бы развели, но по той же самой причине. Блин. Давай быстрые вопросы. Давай. Стоит ли делать свой стартап? Да. Куда развиваться старикам? Старики или не старики в IT это очень странная штука. По-моему, ну, типа, если ты не выжил из ума, ну, прямо в каком-то психиатрическом смысле, то от того, что тебе 18 лет или там 55 лет вообще нет никакой разницы. Главное, что ты можешь или не можешь решать проблемы. Поэтому тебе развиваться туда же, куда и всем остальным в мире пойти. Решать проблемы? Решать проблемы, да. Чем сложнее, тем лучше. Хорошо. Стоит ли стремиться молодым войти или уже лучше куда-то в другое место идти? Скоро, кроме IT, ничего не останется, поэтому выбора особо нет. Придется идти туда. Как ты борешься со стрессом? Задумался. Это нечестный вопрос, ты понимаешь? Короче, как я борюсь со стрессом? Я сплю, я стараюсь ограничить себя от разных других факторов стресса, типа, вот, отключаю телефон, когда, ну, чтобы не работать на две направления одновременно. Каждый раз, когда я утром просыпаюсь, у меня будильник на телефоне, но как только он, ну, типа, прозвенел, я сразу же выключаю телефон и не включаю в течение часа. У меня есть длинное научное объяснение, почему так должно работать. Ты просыпаешься и не включаешь выдумления в течение часа? Да. Так? Я просыпаюсь и не... Гляди, есть куча активностей в мире окружающем, которые завязаны на дофамине, типа, дофаминергические активности, типа, тебе прилетает уведомление, ты его смотришь, получаешь от этого удовольствие кратковременное, оно тут же исчезает, конечно, вот, приходишь к следующему уведомлению, тебе там написали смски три приятных девушки, ты на них посмотрел, получил кратковременное удовлетворение и закрыл эти смски, ну, и все такое. Я под смсками, естественно, имею в виду какие-нибудь там тиндеры или что-нибудь такое. Вот. И все такие активности лучше ограничивать в самом начале дня, которые дают тебе кратковременное удовольствие, которое быстро исчезает. Потому что мозг должен настроиться на то, что, типа, первую половину дня он работает максимально эффективно, и для этого ему не надо вот эти вот хлебные крошки давать, на которых он залипнет и потеряет весь свой запал. Вот. Когда прошла первая половина дня, там, условно, у меня она обычно читала 12 заканчивается. Вот тогда уже можно заниматься фигней. Читать почту, листать соцсети, там, писать на Хаббер чушь и так далее. И на самом деле это очень сложно. Я первые дни, когда, типа, выключал уведомления, у меня прям ломка была. Вот прям настоящая ломка, как от еды, как от... Короче, у нас канал, который могут забанить за употребление разных веществ, поэтому, например, я приведу алкоголь, да, как с алкогольным забанен. Ну и так далее. И механизм работы в мозгу, он очень похож на всевозможные вещества от уведомлений и от других дофаминовых активностей. Надо просто себя ограничивать. Это прям прям супер крутая вещь. Что еще? А, первый час не пить, конечно же, кофе. Вот ты проснулся, ты не пьешь кофе первый час. У этого тоже есть долгое объяснение с точки зрения нейрофизиологии. Я могу как-нибудь целоадокватно это прочитать. Но смысл в чем? Если ты постоянно пьешь кофе и ты в стрессе и ты живешь на кофе, у тебя должно быть какое-то время, когда у тебя организм восстанавливается между употреблениями кофе. Вот. И это восстановление происходит ночью и утром в первый час условно. Блин. Если, да, если ты проснулся и сразу же выпил кофе, то у тебя начинает возникать что-то типа привыкания. Это не настоящее привыкание, это скорее выгорание. То есть в следующий день тебе надо еще больше кофе, еще больше кофе, еще больше кофе. Если ты, когда проснулся, ты не пьешь первый час кофе, то у тебя этот механизм выгорания либо не действует вообще, либо он гораздо слабее. Я заметил, в обществе у нас есть некоторые такие фишечки для таких, на чем бизнес построен, например, на кофе. Ты с утра проснулся, в американской культуре побежал за кофе. Посмотрел уведомления, само собой, и поехал делать свой продуктивный день. Стартанул день продуктивно. Я также заметил, есть в спорте очень похожая штука, она называется бег и велодорожки и все такое. И я недавно узнал, что если ты бегаешь и на велодорожках активничаешь, у тебя поднимается пульс высоко, на высоком пульсе ты делаешь упражнения, то сразу после этого, после такой тренировки, что ты захочешь? Правильно, очень сильно есть, и ты не сможешь остановиться, и ты съешь все, что тебе по дороге попадется. И очень классно, я подумал, ну, прикольно, ты с одной стороны ставишь, например, велотренажеры, люди там впахивают, а потом рядом ставишь окошко с продажи каких-нибудь чипсов, не знаю, чего-нибудь, просто автомат, и люди просто выходят, закупаются, и это бесконечный цикл для бизнеса. Одни и те же клиенты, которые не добиваются никаких результатов, просто бесконечно ходят. Ты сейчас изобрел типичный новосибирский, господи, питерский бизнес-центр. Там обычно на каком-нибудь этаже есть огромный спортзал, тут же есть огромный магазин, и тут же есть каворты. Так и работает. Да, это очень спешно. Я еще хотел спросить, последний вопрос, такая последняя, крутая, горячая тема. Что ты думаешь про игры? Игры в IT? Сам играешь ли в игры? Да, я сам играю в игры. Значит, я знаю, что такое дополнительное резюме, к тому резюме, которое есть на линке, я типа с релиза, например, играл в Overwatch. Можно считать, что я профессиональный саппорт в Overwatch. Ого, прикольно, я тоже играл в Overwatch с релиза, но я не добился результатов. Я был таким человеком, который портит всем командную игру. Просто бегал, умирал. Я точно так же, так что все в порядке. Где-то на третий год существования Overwatch Blizzard сам понял, что люди не могут самоорганизовываться. Для тех, кто не знает, Overwatch это игра, в которой теоретически, по правилам, все шесть участников команды должны самоорганизоваться и сделать достаточно сложную задачу. Захватить точку какую-нибудь. Но по дефолту все эти ребята, которые собираются в команду, они собираются рандомом. Вот в очередь встал на новую игру, тот туда и попал. И идея была в том, что люди заучат правила того, как работает мир, как правильно стрелять и через некоторое время начнут самоорганизовываться. Жираф, животные длинношей, до них дошло только год на третий, что люди не самоорганизовываются, как бы они не изучали эти правила. Ну, типа того. И решением для Blizzard было, во-первых, упростить правила игры, во-вторых, сделать их так, чтобы они меньше зависели от самоорганизации. Вот. И на самом деле, мне кажется, что Overwatch, это... Я серьезно напишу в резюме, что я играл в 6 лет за Мерси, потому что когда ты... Вот гляди, есть такой персонаж Мерси в Overwatch, это девушка, которая все, что может делать, это бегать и лечить других людей. Она сама не может стрелять, она сама примерно ничего не может, она может помогать только другим. Либо усиливать их, либо лечить. И, соответственно, весь твой геймплей заключается в том, что ты бежишь сзади от 5 человек, которые творят всякую дичь, и у тебя в голове следующие мысли. Так, ну, гляди, я могу полечить вот этого чувака, потому что он скоро умрет, а могу помочь другому чуваку, потому что, ну, усилить его атаки, потому что он очень хорошо работает. Дальше ты думаешь, а он на самом деле хорошо работает? Или он симулирует, что он хорошо работает? Потому что, если он симулирует, то мне лучше полечить вот такого чувака, чтобы он не умер. Это очень похоже на задачу про поезд, когда едет поезд, и надо спасти там одних или других, там, переведя рычаг. Это очень походит на задачу управления маленькой группой разработчиков, вообще-то, ну, типа, вот, потому что у тебя там есть несколько джинов, которых ты только что нанял, у тебя там, есть какие-то медвы, которые теоретически их должны там, и сеньор, которых должны учить, есть какой-нибудь один гиперсеньор, который делает работу за всех остальных, ну, ну, ты понимаешь, да, и после этого тебе как манагеру надо понять, как распределить между ними деньги, на кого обратить больше внимания, кому помочь, ну, и так далее, и в реальной жизни у тебя все эти вещи происходят очень медленно, ну, ты только там за неделю сможешь провести все один на один и там понять, что вообще происходит, и только за месяц скорректировать какую-то там стратегию, а в игре это происходит за считанные секунды, и у тебя очень быстро нарабатывается чуйка того, как себя ведут симулянты, как ведут, ну, типа, нормальные люди, кому когда надо помогать. Вот, и здесь у меня хороший такой вот вопрос, потому что мы до этого говорили про кофе и, я бы сказал, про гигиену цифровую, ну, с уведомлениями, какая-то продуктивность звучала, а как ты относишься к играм, вот именно играм? То есть они звучат, как будто, они наоборот ломают твою продуктивность и делают тебя менее продуктивным. Твое отношение к играм, они помогают, вредят, что это вообще такое? Игры бывают слишком разные, чтобы их вот, типа, классифицировать именно как игры. Вот, когда знаешь, заходишь в магазин и смотришь на геймерские кресла, да? Знаешь, что такое геймерские кресла? Да, такие игры. Типа, когда говоришь геймерское кресло, многие в голове сразу рисуются, да, да, и обычно рядом с геймерским креслом нарисована реклама, и на этой рекламе нарисован человек, который играет в стрелялку компьютерную, в Counter-Strike, например. Вот, и в чем прикол? На большинство геймерских кресел невозможно играть в шутеры, технически невозможно, потому что у тебя руки, когда ты стреляешь, они должны ходить свободно, а геймерские кресла, как их знает общественность, они в себя включают подлокотник, под определенным углом, который мешает сделать вот такое движение. Поэтому на рекламе нарисована ложь в прямом смысле. И каждый раз, когда я вижу, ну, типа, вот что-то геймерское, меня сразу обуревает дикий кринг. Вот. Короче, гляди, есть игры полезные, как мне кажется, типа вот Overwatch, да, которые там учат командной работе, по сути. Есть, игры, леком построены на механике дойки лохов. Вот. Например, у человека есть такой баг, называется азарт. Да, называется азарт в голове. Вот. И есть игры, которые изначально начинались как, ну, как игры, простые, а потом их разработчики поняли, что на самом деле примерно 95% того, что им зарабатывает деньги, это не игра, а чистый азарт. Поэтому они выкинули оттуда все и оставили один азарт. Это большинство, ну, это всякие китайские, китайские ММО-гринделки. Я даже не знаю, как они особо называются, потому что они называются по-китайски. Final Fantasy? Что бы там вспомнить, господи, Final Fantasy? Нет, давай Diablo Immortal. Вот там Diablo Immortal, недавно топовый донатер, он задонатил, по-моему, то ли полляма баксов, то ли лям баксов. И это была очень смешная история, что после того, как он задонатил, матчмейкер перестал ему находить игры. Потому что, да, он настолько прокачался, что ему больше не с кем играть. Вот. По этому поводу он сейчас судится с Близзардом, но, но, да. Да. Вот. И мне кажется, что это не очень, это как раз не очень полезная вот типа игромеханика, типа Азар. Потому что в реальной жизни она скорее, ну, во-первых, она мешает, во-вторых, ее не надо качать. Она и так голове у всех из разной пропорции. Что еще? Ну, типа, все очень зависит от типа игры. Я думаю, что сама жизнь в каком-то смысле это игра и работа это игра. Поэтому вот какую пользу тебе приносит работа, например. Есть такая штука типа колесо жизни, circle of life, который психологи очень любят рисовать там кружок. Колесо баланса. Да. там типа семья, деньги, там атмосфера окружающая, еще что-то, да. И может оказаться, что ты как бы качаешь только работу, а все остальные у тебя части баланса, они просаживаются. И на самом деле в этом смысле насколько бы хорошо ты не играл в работу, ты на самом деле сделаешь себе хуже. Ну, вроде ты играешь хорошо. Вот. Все зависит от целей. Поэтому вначале ты себе ставишь какие-то цели, ну, по-хорошему. У тебя на жизни должен быть хоть какой-то план, ну, вот примерно. И дальше относительно этого плана ты можешь понять, помогает тебе что-то или нет. Ага. То есть также можно в этот план ложить игры, да, то есть помогают они, нет. Какие ты навыки в этих играх качаешь? То есть как-то подходить более осознанно к играм? Конечно, да. Ну, то есть понимаешь, весь человек, вся его натура, она воспринимает окружающий мир как игру. Почему люди вообще играют именно в компьютерные игры, в видеоигры? Потому что это как бы квинтэссенция окружающего мира. самая соленая, самая вкусная вот как бы его кусочек. Но весь мир окружающий устроен точно так же. Блин, очень круто разложил. Но остался один важный вопрос про игры. PlayStation или PC? Или Xbox? PC, конечно. PC? Конечно, да. А почему конечно? Ну, во-первых, потому что на винде есть Xbox Game Pass, поэтому он примерно полностью дублирует коробку. Во-вторых, потому что с маркетинговой точки зрения мне кажется Sony кинула своих фанатов тем, что начала портировать игры с флойки на PC. Это правда. Вот. Если ты захочешь поиграть в ZELDA, то ты можешь скачать специальный эмулятор и ZELDA на компе у тебя будет работать лучше, собственно на Switch. Вот. Может быть, это просто война платформ в данный момент для меня выигрывает комп. А еще знаешь, почему он выигрывает? Потому что у тебя есть Steam и там есть много всратой индюшатинок. И люди, которые делают индюшатину, они значительно более креативные, чем большие компании. у них есть интересные механики, на что можно позалипать, поиграться с чем-то. Это правда. Инди гейминг это своеобразный вообще. Советую вам игрушку, которая называется Halls of Torment. Вот это мое открытие года, типа игра года за этот год. Она сделана, по-моему, тремя людьми, и эта игрушка более залипательная, чем все казино, которые вы сможете себе придумать. Супер. Давай тогда подведем итоги, Олег. Мне очень понравилось наше общение, мы пробежались по всем топикам. Я думаю, что мы дали однозначно понять, что IT будет еще жить и жить, и что многие механики, которые есть в IT, в жизни, в играх, они пересекаются. И круто не бояться их пробовать и переходить из одних механик в другие и что-то где-то подсматривать. Вот. Если у тебя что-то, что-то можно добавить. Делать свои проекты. Делать свои Я очень хочу посоветовать делать свои дела, делать свои проекты, не забывать, что окружающий мир не предназначен для того, чтобы сделать вам хорошо. Единственный источник того, как-то, единственный свет в конце туннеля это вы сами. Вы сами устанавливаете себе справедливость, вы сами себе устанавливаете путь и относительно него движетесь вперед. Если у вас есть это понимание, у вас все будет хорошо. Если нет, то, скорее всего, вы в задницу. На этой веселой ноте будем завершать. Всем пока!